Антигерманские настроения в Италии, все еще безнадежно высокомерны. Арц, Германия. Йорк Зайсельберг. Арц, Германия. 3 апреля 2020 года. В Италии многие разочарованы отрицательным ответом Германии по поводу евробондов. А теперь итальянцы припоминают немцам еще и былые обиды, и еще больше злятся на них. Эдс обродит где-то в окрестностях замка Святого Ангела в Риме. В городе действуют ограничения выхода на улицу, но недолго и поблизости от дома погулять можно. Седовласый 73-летний бывший профессор физики наслаждается теплым весенним солнышком. Но когда речь заходит о Германии, его настроение портится. Эта страна забывает историю последних 50 лет. Я бы хотел напомнить ей, что в 1953 году ей были наполовину прощены долги военных времен. Среди стран, предложивших эту концепцию, была и Италия. Что же касается сегодняшних дискуссий, то давайте, скажите мне что-нибудь о европейской солидарности, вот посмеемся. Сарказм и возмущение Горький сарказм вызван недавним нет Германии по поводу так называемых евробондов, государственных облигаций, за которые ответственность несли бы все налогоплательщики стран ЕС. Италия, в частности, хотела частично профинансировать за счет этих евробондов восстановление своей экономики после кризиса, вызванного вспышкой коронавируса. Отказ немецкого правительства вызвал возмущение даже традиционно благожелательный по отношению к Германии газеты «Чориере» «Дело Сера». Редакция констатировала, что в чрезвычайной ситуации на друзей полагаться не приходится. Соленге раскритиковал Германию в пух и прах в социальных сетях. Реакция намного более жесткая. 10 тысяч просмотров собрал видеоролик известного по всей Италии комико-актера Тулиас Соленге. Тулиас Соленге Соленге напомнил, что немцы несут ответственность за две мировые войны в прошлом веке, унижшие жизни многих миллионов евреев. Немцы все еще ведут себя безнадежно-высокомерно. Сегодня, в экономическом плане, они все еще считают себя высшей расой. Соленге в Италии знает практически все. Он вот уже почти 30 лет ведет различные программы на телевидении. Он тоже не применил напомнить о помощи, оказанной Германии после войны. Если бы тогда немцев заставили в полном объеме возместить ущерб, нанесенный ими в годы войны, то сегодня немцы жили бы в трущобах. При этом слово «тидеще», то есть «немцы», актер произносит с надрывом, слово «выплевывает». По поводу позиции правительства Германии в отношении евробонда в Соленге сказал, слава богу, я итальянец. Да, мы якобы лентяи и даже мафиози, как утверждают немцы. Но зато у нас есть эмпатия, мы идем людям навстречу. Так что спасибо, что мы итальянцы, а не немцы. При этом в пылу дебатов по поводу отрицательного ответа немецкого правительства на инициативу по эмиссии евробондов практически никто не вспоминает о том, что несколько федеральных земель Германии несколько дней назад приняли на лечение более 70 тяжелобольных пациентов из Италии. Тем не менее премьер-министр Джузеппе Конти на вопрос о том, не охватила ли его страну ненависть к Германии, в интервью телеканалу ART ответил, «Абсолютно нет». Абсолютно нет, ведь немецкая культура чрезвычайно обогатила и лично меня, когда я учился на юридическом факультете, и всех нас. По его словам, экономические системы и культура двух стран тесно взаимосвязаны. Неверно думать, что в Италии царят антигерманские настроения, это совершенно не так. Упрек, Германия действует по плану Функа, однако антигерманские настроения заметны не только на улицах итальянских городов и в социальных сетях. На днях глава Итальянской национальной комиссии по надзору за акционерными обществами биржей Чонс и Паула Савона, Паула Савона, в интервью государственному телеканалу RAI провел историческую параллель, Они опять действуют по модели, предусмотренной когда-то планом Функа, разработанным министром экономики нацистов. Согласно этому плану, Германия должна была быть страной, раздающей приказы. Все остальные валюты должны были ориентироваться на рейхсмарку. Германия сконцентрировалась бы на промышленном производстве, а все остальные страны, в том числе и Италия, занимались бы сельским хозяйством, туризмом и заботились бы о благополучии немцев. План Функа в 1940 году был представлен министром экономики Гитлера. Это была концепция экономического порабощения Европы после военной победы Третьего рейха. Глава Итальянской надзорной службы упрекает Германию в том, что та в рамках Европейского союза, по аналогии с планом Функа, стремится экономически подавить своих партнеров. В первом правительстве Конти Савона по инициативе Правой Лиги Севера занимал пост министра по европейским вопросам. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.